Аким города Тимиртау Кайрат Бегимов посетил металлургический комбинат АО Арселор Метал Тимиртау. В ходе визита руководитель города ознакомился с производственным процессом, экологическими проектами и ближайшими планами компании. Рабочий визит начался с аглопроизводства. Руководство компании ознакомили Акима с процессом спекания агломерата. Агломератчики рассказали о том, что сейчас особое внимание в агломерационном цехе уделяют цифровизации. Также на стадии завершения находится масштабный проект строительства электрофильтра агломашины номер 5. Уже в декабре текущего года электрофильтр будет сдан в эксплуатацию и позволит на данном объекте втрое снизить количество выбросов. В последующем, в 2021, 2022 и до 2024 года у нас расписана программа по экологическому замену последовательно шестую машину и также седьмую машину. Все машины будут оснащены непосредственно электрофильтрами. И тогда привнесем большой вклад в экологию, как говорится. Визуально мы тоже это увидим? Конечно. То есть уменьшение выбросов? Уменьшение выбросов, да? Визуально правильно. Сокращение тоже так же. Прокращение. Далее Кайрат Бегимов побывал на доменной печи номер 3, где были построены новые рукавные фильтры и установлен пылимер. Теперь выбросы пыли отслеживаются в автоматическом режиме и передаются в Министерство экологии. Сейчас мы на рукавных фильтрах имеем порядка 25-22 миллиграмм на метр кубический. Это со всего цеха. Дальнейшие есть планы по сокращению? На следующий год мы планируем уже начать реконструкцию центральной выдержанной станции второй до доменной печи. Руководство АО «Арселор Митал Тимиртау» ознакомили Акима города с работой машины непрерывного литья заготовок. В прошлом году на МНЛЗ была проведена модернизация автоматики двух машин. Также за годы работы была увеличена стойкость промежуточных ковшей. Завершился рабочий визит на комбинат посещением цеха горячего цинкования и алюминирования. В ходе всех встреч Кайрат Бегимов вместе с руководителями компании обсуждали важность проведения карантинных мероприятий на производствах и в цехах, а также соблюдение масочного режима на предприятии в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.